Вот прикольно, вот человеческая натура, никуда от неё не денешься. Вот я... С этого и начни. Буквально вот сейчас, поэтому у меня это как бы свежо в ощущениях, потому что как-то человека начинаешь обладать чему-нибудь. Это чревато для тебя в первую очередь. Чем? Тем, что либо берут твою идею и её используют без тебя и тебя таким образом кидают, а ты потратил на это всю жизнь, допустим, добиться этого. Либо делаешь какие-то контакты, ты тратишь своё время, деньги, чтобы привлечь этого человека, да? А потом кому-то даёшь это на блюдечке, а тебе говорят, всё, спасибо, мы пошли работать. Сразу понимаешь своего человека, когда ты встречаешь кого-то и начинаешь разговаривать, то есть ты исходишь из того, что ты делишься чем-то хорошим, ты видишь в нём что-то хорошее, ты воспринимаешь его как родного человека. И уже в процессе общения видишь, какая обратная реакция идёт, тогда ты понимаешь, что этот человек достоин твоего дальнейшего внимания, твоего, я не знаю, вложения, времени и всего остального любви. Ты уже как-то уже думаешь, я лучше другому человеку посвящу себя либо свою энергию, которая будет не то, что благодарен тебе за что-то, и ты как бы получаешь назад какую-то плату. Это имеет смысл, но ты более будешь счастлив, а счастливее того человека, который действительно становится потом счастливым. Не просто урвал и побежал, буквально можно сравнить с этим. Что вам приятнее посмотреть, когда вы даёте красиво упакованный подарок кому-то, и он хватает и убегает, либо тот, кто при вас распаковывает его, оценивает его, радуется, особенно, когда это желанное что-то, и когда «Ой, я так мечтал об этом», либо «мечтал об этом». То есть ты чувствуешь счастье от того, что другой человек стал счастливым. и когда не происходит вот этого кольца, знаете, все счастливы получаются, да? А когда вот так вот схватили и убежали, вот здесь, ну, как-то не очень. Ну, не знаю, это моё мнение. Не знаю, как у вас. Хорошо, я тебя приветствую, Илья, приветствую. Да, я тоже приветствую. Очень рада видеться. Как там погода? Погода у нас бессолнечная, поэтому мне приходится подсвечивать себя, чтобы я казалась светлее. Ты так красивая девушка, так что у тебя и подсветка не нужна, ты и так святишься. И у меня там вот картина. Это сердечко и яблоко одновременно, да? Да, это сердечко, да. Но яблоко я не вижу здесь. Ну, можно, да, можно сказать, да. Ну, вот такое сердечко. Это большущая картина достаточно, то есть хорошая, да. Два с половиной метра на где-то на два метра, вот так вот. Очень хорошая. Я делала выставку этой картине в Беверли-Хиллз, она очень хорошо засветилась. Чем ты ее описала? Это акрил или писала? Здесь акрил, да. Немножко Уэлл, совсем немножко, вот там она вот под низом, поэтому. Ну, отлично, мне очень нравится. Спасибо. А у меня, видишь, тоже картина, эта картина называется Иннокентий Огородник. Он... Как раз тоже сказать хотела. Шляпа какая, видишь, а глаза какие у него, когда в них смотришься, в эти глаза влюбленные. Да, очень всем нравится эта картина. Да, очень хорошенько, мне тоже нравится. Мне вообще нравится ваше искусство. Очень. Спасибо тебе. А скажи, пожалуйста, какая самая главная проблема у людей сегодня? Вот мне, например, кажется, как и тебе, это оставаться человеком во всех смыслах, во всех обстоятельствах, оставаться человеком. И его человеческие качества. Способность любить, способность создавать, изобретать, сопереживать, чувство бесценности живого. Вот эти вечные человеческие истины, что бы ни случилось. Да, это так. А проявляется это очень легко в каждодневной нашей жизни. Кто-то идет, подскользнулся, помоги встать. Кто-то плачет, ну, какое-то хорошее слово скажи. Либо поддержи, либо кого-то нужно приструнить, наоборот, это скажи, не бойся. Скажи, ты неправильно себя ведешь, типа, что ты гонишь, как у нас говорят. Ну, если человек нормальный, нормальный, он ответит нормально. А вот, знаешь, один случай у меня был смешной такой, довольно, который заставил меня сильно задуматься. Я человеку говорю, Сережа, ну, давай мы сегодня встретимся в 4 часа. Ну, давай. давай у булочной встретимся. Ну, давай. Потом я просто так автоматически спросил, а ты знаешь, где это булочная? И вдруг он поворачивается ко мне с каменным лицом, такой агрессивный. Ты что меня за дурака считаешь? Я вообще не собирался его за дурака считать. Вообще-то странно. Мне очень странны вот эти люди. Вот я согласна. Я не знаю, откуда эта реакция идет. Вот я, кстати, видела таких людей. Слава Богу, не часто, особенно с переездом моим в Америку все меньше и меньше людей. Ну, я вообще очень избирательно с кем я общаюсь. Но я таких видела. И меня это ставит в ступор. Вот как вы думаете, почему они так себя ведут? Я, в принципе, для себя нашла объяснение. Слушай, я думаю, знаешь, тут в чем дело? Либо была родовая травма. Это раз. Ну, бывает такое, что ребенок растет, родился в трудных родах, родовая травма. Может быть, родители были алкоголики или наркоманы, или контуженные, или отец на войне был, пришел с войны, без рук, без ног. Ну, мало ли что бывает. И родился ребеночек с травмой. Ну, допустим, какие-то роды были. Акушерка неправильно принимала роды с врачом-гинекологом. Ну, и так далее, и так далее. Это первое. Второе, может быть, в детстве ударился головой, было сотрясение мозга. Может, перенес какие-то инфекции, много болел, температурил. Может, он ест неправильно, может, сахара много ест, конфет много ест. Вот это то, что нарушает обмен веществ. Может, этот человек подвергся какому-то агрессивному воспитанию. Может быть, всякий раз он к родителям подходит с вопросами. Они ему говорят, не до тебя, не до тебя, потом. И он не чувствует внимания, не чувствует этой любви. Ребенок растет, а может быть, он попал вообще под агрессивное воспитание. Когда ему все время внушают, говорят, что люди добра не ценят. И приятные десятки примеров и говорят, вот ты посмотри, добро никогда хорошо не кончается. И говорят, вот я изо всех сил, со всей душой старался ему помочь, а он потом мне на голову сел, ножки свесил и теперь требует от меня, чтобы я ему это делал. Очень много причин. А я занимаюсь тем, чтобы ключ давать, чтобы люди сами подбирали себе действия, снимали стресс, а вместе со стрессом страх вот этот, а вместе со страхом снимали шаблоны мышления, стереотипии мышления, подражание авторитетам, освобождались и научались думать своей головой, чтобы не поддавались под эти манипуляции всевозможные. Да, это так, но я думаю больше всего вот это последняя причина, неправильное воспитание и неправильный пример, почему настолько важна роль в нашем мире, почему важен уровень известности, там, селебрити, авторитета, именно поэтому настолько важен, что какой человек, которого ты ставишь кумиром, тому ты подражаешь, поэтому если подражать правильным людям, тебе просто повезло, тупо повезло, если ты выбираешь неправильного человека, за кем идти, то ты как Сусанин, туда и придешь, поэтому выбирайте ключ, ключ это правильное направление. Спасибо тебе, я помню голливудские фильмы, как они вообще людей учили быть такими или такими, потому что это такие примеры, там, как стать миллионером, там, как девушка из простой семьи, полюбила, любилась в миллионера, а миллионер ей стал, ну, короче говоря, а потом наоборот, потом, значит, эти кастовые системы в Индии, которые изначально задумывались или создавались, чтобы защитить разные культуры от внешних воздействий, чтобы их сохранить, а потом они превратились в формальности, когда люди уже не могли между собой общаться, люди из одной касты, им было недоступно, девушка из другой касты, но как формализуется, вот как религии, например, все учат все переживанию, созиданию, потом дух идеи выветривается из века в век, и остается форма, остается форма, когда надо только ритуалы соблюдать, вот сейчас праздник, христианский праздник, крещение, я поздравляю, во-первых, с праздником, во-вторых, я хочу сказать, что сколько смысла в этом празднике, много, а в конечном счете тоже все вырождается, формализуется, и многие люди, они, как говорится, не смыслу, не смысл воспринимают, что надо быть добрым, что надо быть все-таки, несмотря ни на что, человеком, а форму воспринимают. Ну, хотелось поинтереснее, Мир, потому что это все скучно, технократия, это так скучно, это, я не знаю, что было, что интересного в новом гаджете, либо еще гораздо приятнее поговорить с человеком, раскрыть его потенциал, изучить его, в плане даже ухаживания, в плане даже работы, это же так интересно, познавать друг друга. Вот у меня сейчас в интернете все пишут мне вот эти вот открыточки. Да, но времени нет, и посмотреть. И тут внимание, я всем должен сидеть, вот вместо того, чтобы с тобой поговорить, я вот должен сидеть и всем отвечать какими-то значками, но я их понимаю всех, потому что они хотят общения, а так просто выйти на общение с любым человеком, с кем ты можешь, с кем ты хочешь, не всегда получается. И вот они посылают открыточку, а ждут реакцию, а я, допустим, не дал. И вот он думает, вот я его не уважаю. Ну, короче, сколько много технических нюансов. Да, это у меня тоже такое есть. Ребята, вы просто приходите на наши каналы, потому что мы в основном здесь. И если вы хотите нам что-то передать, в комментариях напишите, пошлите ваш привет, ваше сердечко, мы вам тут же ответим. Вам даже ждать не нужно. Кстати, хотела еще сказать по поводу... Закончил, нет? Нет, я говорю, говорю, интересно. Я хотела сказать по поводу того, что говоришь, что вот эти условности, правила, которые люди сами себя, ну, ритуалы, естественно, сами себя в них загоняют, а потом эти ритуалы и правила превалируют над человеком. Вот этот момент очень не такой коварный, его нельзя допускать, потому что когда уже тебя сковывают правила, когда вот в некоторых, да во всех религиях есть маразматические какие-то правила, которые, ну, вообще нужно обходить в сторону и бежать, тогда ты теряешь свою человеческую сущность, тогда тебя сковывают, и ты должен подчиняться чему-то тому, что не является твоей природой. Вот этот момент людям нужно очень серьезно отслеживать, как только идет насилие над их неволей, над их желанием, над их желанием, то нужно сразу же cancel, cancel, то есть отмена, отмена. И в данном случае вы можете привлекать свои любимые практики, у меня их несколько, в том числе и клич. Да, Крош, Крош, ты меня похвалишь, я теперь не знаю, что сказать, потому что теперь А вы меня хвалите дальше, это знаете, как Бася, петух там хвалит другого, да? Это замечательно, ты хорошая девочка, поэтому я тебе это прямо говорю, без всяких попал. А ты знаешь, один случай смешной у меня был, я спрашиваю, вот есть подхалимы, ну подлизы, которые к своим начальникам подлизываются, вот подхалим, он понимает, что он делает насилие над собой, подлизывается, он понимает, что это, он и манипулирует в это время, а он говорит, да ты что, какое понимание, это, говорит, состояние души. Да, это как-то рассказать, он не понимает, это его существо, это его естество, да, так что, ну я говорю, я не подхалимничаю, я никогда этого не делаю, я если скажу, значит, так оно и есть. Ну, были случаи, когда я сам подхалимничал, потому что я уважал своего директора, очень его любил, и всегда понимал, если я его похвалю, ему приятно. ну, вот если люди, которые хвалят человека и своего начальника от души, а которые имеют такое состояние подлизывания, вот это вот тоже надо различать. Абсолютно, дело в том, что различие очень простое, вот эта градация очень четкая, когда ты кому-то говоришь комплимент, то этот человек должен обязательно его заслуживать, сто процентов. А второй момент, у тебя это должно исходить из твоего внутреннего состояния. Когда вот эти два фактора входят, это называется комплимент, либо подтверждение твоего таланта, либо какое-нибудь действие. А все остальное это подхалимаш. Я хочу тебе один вопрос задать, который меня давно мучает. Значит, когда мы делаем какой-то ролик или пишем какой-то коммент или какой-то рассказ или даже роман, автор, который это пишет или говорит, он кому мысленно обращается, кто у него в голове редактора. И этот вопрос задал одна девочка, она была директором театра. Она говорит, я когда что-то говорю, я никому не обращаюсь, я говорю то, что я думаю. Я говорю, но какой-то мысленник все-таки цензор у тебя же есть, но любой, но есть же какой-то внутренний диалог, мы же там с обществом разговариваем, это внутренний диалог же не просто так у нас внутри, это модель общества, социума, у нас внутри в мозге. Я когда, допустим, книжку пишу, я мысленно представляю себе, кому я пишу, кто ее будет читать. Я представляю это лицо, его характер. вот сейчас я для своих детей и правнуков делаю книжку, а все понимают, что плохому ты своим детям не пожелаешь, плохого не пожелаешь, и поэтому я все время этого цензора имею в голове, этого редактора, моих детей, правнуков, и когда я их имею, у меня происходит фильтрация всех чужих таких стереотипных мыслей. Я пытаюсь так донести, так процензировать самого себя, чтобы именно ребенок мой, правнук, который прочитает, чтобы ему полезно было то, что я говорю. Вот это вот, все-таки это внутренний диалог какой-то, который, а вот там много контента в интернете, как освободиться от внутреннего диалога. Наверное, они имеют в виду, когда напряжение у человека высокое, этот внутренний диалог начинает мешать думать, и поэтому, когда освобождаешься от диалога, вот это состояние безмятежности, это хорошо, вот мы называем это нулевым состоянием, Абуду в свое время назвал нирваной, вот это вот, когда вот, когда нет страха, шаблонов мышления, подражания авторитетом, такое состояние внутренней свободы, без которого человек жить не может. Поэтому я вот все время пытаюсь понять, как она могла мне сказать, а я ничего, я когда говорю кому-то или пишу кому-то, никого не имею в виду, я говорю так, как я думаю. Ну, это правильно, у меня точно так же, но у меня, кстати, та же самая идея, я пишу книжку для своей дочери, ей на путстве, как себя вести и в этой жизни жить. То есть, ты имеешь в виду редактор? Я имею в виду, как бы она будет себя, как она будет читать. И в то же время, здесь такая интересная метаморфоза, я в то же время чувствую, как бы я хотела, чтобы мне донесли эту информацию. Я себя ставлю на ее месте. Для двоих. Для меня, будучи в ее возрасте и то, что у меня не было, вот как бы я хотела. И для нее, потому что я знаю ее. Ну и, конечно, это будет, естественно, это будет касаться всего поколения ее возраста, которые захотят тоже узнать какие-то секреты, может быть, мнения совершенно другого человека, который не относится к ним по роду. Вот ты знаешь, я очень часто говорю нашим участникам, у нас в школе человечества, в школе человечности много участников из разных стран мира. Я часто говорю, когда вы что-то пишете, какой-то коммент, имейте в виду, что мы не живем в головах друг у друга, потому что, когда я пишу что-то, я должен понимать, как это человек может прочесть, как он может это понять. У нас же нет прямой передации телепатии, потому что, если бы была телепатия, что бы они ни взяли, все собрались и телепатировали какому-нибудь, но есть же люди больные, действительно, психопаты, которые пытаются нами управлять, чего они ему не телепатируют, чтобы он стал... Вот именно. А то они все время про телепатию говорят, есть люди, которые в это так верят, даже не проверяя, а я проверял все это дело. Они прямо до... Ну, вы просто до этого не доросли, вы просто там наукой занимаетесь, вы знаете, что наука очень ограниченная, что есть вещи, которые наукой не поняты, вы просто этого не понимаете, тут что-то выступаете. Я говорю, ну, давай телепатируем. Вот у меня стол, вот что у меня в столе лежит? Я могу догадаться, я могу предположить, как у всех нормальных людей, да? Ну, скажи. Там, наверное, шоколадка лежит, на всякий случай. Ну, конечно, листы бумаги какие-то, ручки, сто процентов, нож! А знаешь, что здесь написано? Видишь, какой красивый? Мне помогает. Зачем? Там подарок, там написано, красивая инкрустация. Да. Мне написано, Хосе Магомедовичу в подарках, тут все написано. Это нож из такой стали сделан. У нас в Дагестане такие мастеровые люди, там, одно село, например, делает кувшины, другое село делает ножи, третье – коврытки. Так как? Да. В чем Дагестан многонациональная культура и все между собой сживались? Там одних только коренных национальных больше десяти. А остальных… Пусть присылают, пусть присылают, мы будем показывать. Мы будем сзади повесим ковер, рядом поставим кувшин, будем пугать шашкой, либо каким-нибудь ножом. Это красивый нож и очень красивый. Я к чему говорю, что и стаканом можно, как говорил Ленин, ударить человека, и стаканом можно выпить. И ножом можно просто похвалиться, какой он красивый, а можно агрессивно кого-то ударить. Поэтому нож – это инструмент, как и стакан, как и слово. Все зависит от человека. Поэтому, с одной стороны, люди крестятся, с другой стороны, берут автомат, идут на войну, мы политики не касаемся, у нас каналы не для политики. У нас высшая политика, потому что мы хотим, чтобы люди жили дружно, чтобы любили друг друга, чтобы были здоровыми и счастливыми и дети наши, и все поколения. Иначе смысл нашей работы в чем? Конечно. В чем старание. Конечно. Хотелось бы, чтобы люди, которые столкнулись с нормальными людьми, дальше продолжали искать таких же. То есть, у них соответственные привычки будут, соответственное отношение друг к другу будет. Они, ну, вот такое, знаете, как из подворотни. Вот сейчас говорят много в интернете о том, что сейчас переломный век. И пойдутся какие-то, как ты говоришь, порталы откроются и способности откроются. Я думаю, об этом речь идет. Сколько можно конфликтовать, сколько можно воевать, сколько можно до ядерных взрывов дело доводить. Когда-то люди, наконец, поймут, что все-таки любовь, она управляет человеком. Если бы не локоть друга, а локоть товарища, ты начала с этого поддержи, если человек упал, помоги ему. Это же есть любовь к ближнему. Если бы не это, мир бы давно разрушился. Поэтому, мне кажется, вот эта способность откроется больше и больше и больше, вот сейчас, вот в этом переломном моменте, быть человеком. А способности, которые у него есть в потенциале, мы как раз в нашей школе показываем, как открывать свои способности. А то они думают, телепатия там откроется, телекинез там откроется, телепатия там откроется. Они просто путают, телепатия они путаются с запоминанием и угадыванием чисел. Это обычный магический трюк, это все используют гипнотизеры, это очень просто. Обычно все загадывают число номер семь, это и дураку понятно. Поэтому, когда загадывается, да, да. Поэтому, и второй момент по поводу портала открытия, я тоже к этому, к этой информации отношусь очень критически, мне кажется, я еще научно не могу проверить, потому что нет инструментов, но со временем мы увидим сами это, и подтверждать ничего не нужно будет. я так думаю, что порталы это, ну, как бы, это аллегория, потому что уже человеческая жизнь, и вот сейчас стоит вопрос, выживет ли человечество вообще или нет. Оно выживет при одном условии, то, что ты используешь, то и развивается. Если ты что-то не используешь, оно умирает. Поэтому если человек будет человеком, как он может уйти из этого плана? Он всегда будет. Поэтому если вы упражняете человечность, соответственно, вы будете жить. Вот и все, и неважно при каких условиях. Конечно, это же вечные и общечеевские ценности. Они помогают любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, сотрудничество. Конечно, это вечные вещи, которые надо помнить всегда. А какие порталы откроются, мы еще завтра посмотрим. Да, действительно, будет интересно посмотреть. А я знаю, что хочу предложить. Давай мы еще раз встретимся с тобой, а потом то, что замышляли вначале, дадим практические полезные примеры, приемы для того, чтобы люди свои способности могли открывать. Потому что человек имеет такие необычайные способности, о которых он даже не подозревал. И к созидательной деятельности, и к изобретательству, и к картине писать, и песни выдумывать новые, петь их, и вообще. И творчество это не только петь и танцевать, и картины петь. Творчество это подход к жизни. Творческий подход это поиск наиболее простого вращения через призму общечеловеческих ценностей. Вот мы говорим на одном языке. Неудивительно, почему у меня Art of Life Academy я организовала именно по этому поводу. А что это такое, скажи мне? Art of Life, то есть это искусство жизни. Искусство жизни. То есть мы говорим об одном и том же. Я немножко по-другому его... Мы не можем же одинаково называться. Поэтому я исследую... нормальные люди одинаково думают. Да? Просто многие об этом не знают. Да? Я верю в то, что все равно все выходят на свою орбиту. Как бы ты не хотел, ты всегда найдешь своих людей, потому что через кого-то ты будешь знать своего уровня человека. И к этому надо стремиться. Да, я думаю и убежден в этом, что если человек не раскрывает свои творческие потенциалы, он начинает болеть вся психосоматика. И водку пьет, и фигареты курит, потому что он инстинктивно занижает свои возможности, потому что только раскрывая свои творческие качества и возможности, человек остается человеком вопреки всем обстоятельствам. Да, да, согласна. Когда мы встретимся с тобой в следующий раз? Когда у нас будет дейт? Они сначала дружили, потом стали встречаться. Помнишь, раньше так говорили? Да, 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 да. Ну, правильно. Самый лучший твой любимый человек и близкий это тот, с кем ты начал дружбу. Без дружбы дальнейшего контакта вообще не может быть. А не наоборот. Я изначально всегда к любому человеку, что бы то ни было, пытаюсь помнить, даже если я не выспался, даже если меня раздражили чем-то неожиданным вопросом, даже дурацким вопросом каким-то не к месту, выбили меня из колеи в колею, чтобы найти и войти, я всегда должен помнить, что человек, который ко мне обращается по природе своей хороший. Да. Если он грубит, значит с ним что-то не так. Абсолютно, да, абсолютно, я согласна. И кстати, по поводу законов сейчас все переворачивается. Сейчас тебя ставят в ситуацию, когда ты должен доказать, что ты не преступник. Оправдываться. Да, то есть наоборот, то есть не думай, что ты хороший, думай, что ты сразу плохой. Это презумпция виновности. Да, да. Человеку приходится оправдываться, доказывать, что он человек. Да. А надо ли оправдываться? Ну, потому что его сразу обвиняют в том, чего он еще и не сделает. Да, конечно. Вот это сложные вопросы. Я думаю, нам надо не раз с тобой встретиться, подождать, что нам какие вопросы зададут, как ты говоришь, комменты, чтобы писали. Что еще надо сделать, чтобы мы лучше познакомились и я с тобой, и мы со всеми, кто будет с нами следующую встречу ждать. что они должны вот сейчас комменты написать или что, вот технологию скажи. Да, друзья, если этот разговор, как вы понимаете, он не запланированный, мы просто вышли в эфир, потому что мы дружим вместе, хотя у нас разные абсолютно города, страны, возрасты, джендер, то есть мы мужчина и женщина. в данном случае у нас дружба возможна. Человеческая в первую очередь. Человеческая в первую очередь. человеческая в первую очередь. эмоциональность и кто бы немного велегии. Поэтому на своем примере мы вам хотим просто показать, что такие вещи возможны, без всякого плохого смысла. Поэтому мы объединились на почве того, чтобы сделать мир лучше, потому что мы работаем над собой, и кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь. Тогда я могу тебе сказать, что наш портал и есть тот портал. Да-да-да-да-да. Портал человечности. Это самый главный портал, который только можно сказать. Да, поэтому, ребята, подсоединяйтесь. И у каждого из нас здесь очень безопасное место. И будьте здесь никто вас не осудит, не обидит. Поэтому откровенно, вот кого что-то мучает, вот вы лучше запишите, спросите вопрос, либо ответ. Не пишите ужасные комментарии, потому что там были моменты такие, и я сразу понимаю, почему. Потому что либо страх какой-то, либо была ситуация в жизни неприятная, и вы не знаете... В хорошем состоянии человек такое не напишет, значит, ему нужна помощь. Да, значит, нужно... Вы готовы помочь, я лично как врач, психолог, готов помочь ответить на волнующие вопросы, показать приемы, которые стресс снимают, страх снимают, открывают способности творческие. Да, и если будет у вас запрос, мы возьмем небольшую группу людей, и доктор Хасай, он очень шикарно работает, я обожаю его методику, как он работает с людьми, не каждый так умеет, это не подлизывание, это факт. Ну, это понятно, что... И мы тогда проведем непосредственно с каждым и решим абсолютно раз и навсегда все проблемы, а если не решим, вы будете знать, как с ними справляться. Я когда встречался с сенатором там в Америке, в Калифорнии, я ему показал эти приемы, которые можем всем показать, и он вызвал свою администрацию, там несколько человек, и всех говорит, давайте делайте вот это. Он говорит, они все будут учиться, говорит, этому методу. Как называется метод? Я говорю, ключ, а что ключ, а ки, ки. А почему ключ? Я ему рассказывал, что космонавты придумали название, когда я готовил, чтобы они модель невесомости на Земле могли отрабатывать, чтобы быстрее в полете могли адаптироваться. Да, я с сенатором встречался, это интересно было, молодой человек такой, очень интересный, любознательный, я считаю, что только почемушки становятся великими. Поэтому, когда дети задают вам вопросы, не надо от них отмахиваться. Можете ответить? Отвечайте, не можете, но как-то найдите слова какие-то, чтобы ребенок не подумал, что он никому не нужен, потому что дети очень страдательно это воспринимают. Да, можно сказать, я не знаю, но давай разберемся, давай узнаем у кого-то другого, и поучаствовать в этом процессе нахождения ответа вместе. Спасибо тебе, что мы с тобой на одной волне. Да, конечно. Спасибо вам. Ну все, тогда мы встретимся через пару дней, да, после того... Ну, как напишут вопросы, комменты, я готов, например, встретиться. Давай. Хорошо. У нас вот сегодня, 19-го числа, в 20 часов вебинар, поэтому я приглашаю всех на вебинар, очень поразительный будет вебинар, очень такой интересный, полезный, узнаете. Проходите на вебинар ко мне, там ссылку мы даем под моими роликами, там ссылка всегда есть в прикрепленном коменте. Заходите на вебинар, я пользуюсь случаем рекламу своего вебинара. Дело в том, что многие люди не знают, как пользоваться ссылками. ссылка – это как раз место, куда вы заходите и вы автоматически попадаете в ту комнату, где будет проходить семинар. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте эту ссылку, а просто заходите туда и все. А мы с собой потом после пару встреч таких свободных и тоже каких-то найдем людей, которые нуждаются по какому-то вопросу, например, как снять стресс, как использовать энергию напряжения для создания каких-то новых вещей или для поиска ответов на волнующие вопросы жизненные важные. Ну, кто-то захочет, напишет там, и мы для них специально отдельно сделаем вебинар. Да, или по поотношениям, чтобы как выйти из развода без потерь. Это ко мне. Да, или несчастная любовь. Да. Это это... Я считаю. Да. По любой теме пишите там сейчас комменты, пожалуйста, друзья, по какой теме хотели бы сделать отдельную, отдельную группу, отдельную встречу с полезными советами и приемами. Отлично. Ну, все. Всего хорошего. Спасибо тебе. Спасибо. До встречи. До встречи. Ну, До встречи.